напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали он стоял в каждом доме причем бережно хранился и передавался исключительно в добрые руки что это а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео чайный гриб живет в детских воспоминаниях почти у каждого из нас он уютно жил в трех или пятилитровой банки покрытый чистой марлей лет 30 назад напиток под названием чайный гриб делали везде и в многоэтажках большого города и в скромных горницах небольших деревенских избушек им утоляли жажду в знойные летние дни и подавали на стол наравне с компотами и взварами в праздники что это за приспособление советских времен это цельнометаллическая стиральная доска которая имела гофрированную рабочую поверхность а по краям обрамлялась выштампованными бортиками иногда загнутыми краями чтобы такую доску можно было повесить на стену для чего использовали такие интересные вещицы это цельно деревянные без пружины с круглой головкой прищепки для фиксации белья при сушке прищепки в ссср были очень широко распространены и их производство было достаточно важной отраслью промышленности в 1974 году производство прищепок в ссср составляла 5 миллионов в год при этом промышленность выпускала деревянные прищепки разных конструкций для чего в старые фломастеры приходилось заливать одеколон советские времена фломастеры которые переставали писать никогда не выбрасывали в такие старые фломастеры просто заливали немного одеколона чтобы они послужили еще немного таких заправок могло быть несколько а когда уже заправка не помогала то с фломастера получалась отличная плевалка бумажками как назывался такой советский прибор это диапроектор для просмотра покадрово слайдов которые делали при фотографировании на фотопленке диапроекторы в ссср выпускались как простые позволяющие просматривать сменяемые вручную слайды так и автоматические в которой слайды заряжались в специальные кассеты и сменялись автоматически при нажатии кнопки на пульте что мерили с помощью такого советского комплекта это комплект индивидуальных дозиметров дп-22 971 года в состав комплекта входит 50 дозиметров и зарядное устройство дозиметр позволяет производить измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 0 до 50 рентген для удобства пользования дозиметр выполнен в форме авторучки отсчет измеряемых доз производится по шкале расположенной внутри дозиметра и отградуированный в рентгенах что это за детская советская игрушка эта игрушка миноискатель выпускалась 1974 года игрушка предназначена для поиска металлических изделий под землей на малой глубине схема собрана на транзисторах mp39 работает на совпадении частот двух генераторов один контур которого в корпусе другой в катушке миноискателя диаметр наружной катушки 16 сантиметров длина штанги 60 сантиметров по росту ребенка 6 7 лет что советские граждане корректировали с помощью этого устройство это слуховой электронный аппарат электроника 1990 года аппарат предназначен для компенсации слабых и средних потерь слуха акустическое усиление аппарата 50 децибел уровень выходного звукового давления 90 децибел диапазон рабочих звуковых частот от 300 до 3000 герц продолжительность непрерывной работы аппарата около 20 часов как использовали это чудо советской инженерной мысли это телефонно микрофонная гарнитура которая выпускалась с 1959 года тульским заводом октава такая гарнитура предназначена для работы в аппаратуре междугородной телефонной связи как трубка телефона гарнитуру также использовали линейные монтеры для проверки линии содержит угольный микрофон и телефонный динамический капсюль что школьники могли собрать с помощью этого лабораторного набора по радиотехнике это набор по радиотехнике для восьмилетней школы выпускался с 1967 года в наборе есть все детали компоненты и узлы для сборки детекторного радиоприемника на диапазонах длинных и средних волн и проведения экспериментов с ним на уроках по физике что находилось в таких цилиндрических коробочках в коробочках находились диафильмы это серия позитивных изображений депозитивов объединенных общей тематикой в короткометражный фильм на пленке состоящий обычно из 20 50 кадров это своеобразная техника представления истории зрителю при которой каждый кадр рассматривается по отдельности диафильмы составлялись по сказкам мультфильмам книгам в каком году был создан первый советский робот в 1936 году 16-летний школьник вадим мацкевич создал человекоподобного робота андроида советский робот был представлен в 1936 году в рамках всемирной выставки в париже для управления им использовалась радиосвязь человекоподобный робот умел выполнять восемь команд которые заключались в движении разными частями тела как правильно называется этот гимнастический предмет это скакалка а одно из любимых развлечений советских детей особенно девочек прыгать со скакалкой скакалки были прочными и служили годами и даже десятилетиями и стоили всего 23 копейки в честь какой реки был назван этот популярный в ссср складной велосипед а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в середине 1970-х годов на пермском машиностроительном заводе начался выпуск велосипедов кама в сложенном виде их было очень удобно перевозить в багажнике автомобиля или в общественном транспорте несмотря на складную конструкцию велосипед отличался исключительной надежностью именем какого мультипликационного героя называлась одна из самых популярных детских зубных паст времен СССР примерно с 1956 года на прилавках советских магазинов стала появляться зубная паста постепенно вытесняя собой привычный порошок выпускались также детские средства для гигиены ротовой полости которые всегда имели сладкий и приятный вкус одной из самых популярных детских зубных паст была чебурашка стоимостью 35 копеек сколько стоили советские джинсы тверь в ссср джинсы стали популярными после фестиваля молодежи и студентов проходившим в москве в 1957 году купить их можно было только у форцовщиков а после олимпиады 80 были выпущены первые советские джинсы которые отшивались из индийской ткани и назывались тверь на импортные джинсы они были похожи только цветом были жесткими и не очень удобными первые советские джинсы стоили 30 рублей в каком году с конвейера запорожского автомобильного завода сошла первая партия заз первая партия запорожцев за с 965 сошла с конвейера запорожского завода коммунар 22 ноября 1960 года образцом для этого народного автомобиля послужил итальянский фиат 600 горбатый получился прочным и экономичным обладал хорошей проходимостью к какому событию было приурочено вручение ленинской премии ленинская премия в ссср высшая форма поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки техники литературы искусства и архитектуры присуждалась 1926 по 1935 годы с 1957 по 1991 годы 15 августа 1956 года цк кпсс и совет министров ссср приняли постановление присуждать премию ежегодно ко дню рождения ленина 22 апреля что это за советское устройство это автомобильный охранный комплект автосторожа с 1 который выпускался с 1975 года предназначен для автомобиля жигули автосторож включает звуковой сигнал при попытке проникновения в салон управление автосторожем осуществляется с помощью переключателя и кнопки сигнальных контактов устанавливаемых в багажнике дверях капоте на ветровом стекле а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа герои какого советского кинофильма изображены в этой статуэтки в данном коротком ролике а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.